Итак, это анализ рынка. Сегодня 2 октября 2024 года, время 7 часов 30 минут по Москве. Рыночный фонд сегодня такой. Азия торгуется разноправильно, Китай за счет символов со стороны правительства в плюсе, Япония в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, не в небольшом плюсе. Вчера Израиль и Иран друг в друга вцепились. Это две ядерные державы. Я ранее говорил, еще раз скажу, что рынок недооценивает потенциал войны на Ближнем Востоке. Вчера Израиль начал также крупное вторжение в Ливан. Вчера вечером Израиль бомбил Иран. Израиль будет отвечать. И, соответственно, эта ответка просто за этим бомбежком не закончится. Смотрите, я иду к тому, о чем говорим в последнее время, что первый момент. Будут перекрыты рано или поздно всеможные морские проливы, в котором поставляется мировая нефть. То есть, будет сформирован дефицит нефти на рынке. Первое. Второе. О войне на Ближнем Востоке с вами говорили с 2002 года. О том, что горячая фаза ее неизбежна. И о том, что нерешенные проблемы в ходе Первой мировой, в ходе Второй мировой войны, они будут решаться здесь сейчас. Только уже на фоне религии, на фоне межэтнических конфликтов и прочего в этом духе. Вот и наши посты 2022 год, май 22-го. О том, что война на Ближнем Востоке неизбежна. Пахнет порохом войны. И еще один пост также от мая 22-го года. Перед войной на Ближнем Востоке рынок нефти даст сигнал трейдерам. Ну и, собственно говоря, в виде ролики также мая 22-го года я сообщал о том, что потенциал на Ближнем Востоке зреет крупный военный конфликт. Вот данный пост, публиковал также мая 22-го года. Ну и, собственно говоря, мы это с вами все предугадали наперед. На нашем телеграм-канале биржевик сырьевой рынок, где 28 433 подписчика. Ссылка на наш телеграм-канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала пункт про сырьевой рынок, который я вам рекомендую подписаться. Ну и, соответственно, данный видеоролик можете поставить на паузу, чтобы прочитать, что здесь прописано. Основные тезисы военного конфликта. Я лишь озвучу одну простую вещь, что этот конфликт сильно недооценивается рынком. То есть нефть несправедливо оценена при текущих реалиях. Я понимаю, что добыча нефти будет расти. Я понимаю, что ОПЕК будет добыча нефти увеличить, чтобы самим им не развалиться. Потому что если дальше добычу нефти снижать, то чревато все это развалом ОПЕК. Анголы уже вышли. На выходе уже одной ногой находится Ирак и ряд прилегающих ближневосточных государств. Потому что их бюджеты снижаются, сокращаются, приносят меньше доходов. В связи с падением их добычи нефти. Я иду к тому, что текущая ситуация не решится в мгновение ОКО. Нет. Эта проблема двух ядерных держав будет дальше сопутствовать. И вы должны понимать одну простую вещь. Что я вам говорил раньше, скажу еще раз. Говорю 4 года, повторюсь. Что мир разрывается на 2 части. На восток и на запад. Западные страны это страны G7. И соответственно страны востока это страны БРИКС. БРИКС обречен на расширение. Обречен на расширение со стороны также арабских государств, азиатских государств, тихоокеанских государств. Страны Запада также будут расширяться. Только путем применения силы. Они будут оказывать давление на колеблющиеся страны между Западом и БРИКС. Поэтому учитывайте одну простую вещь. Что текущий конфликт это лишь продолжение деглобализации. Я иду к тому, что есть другие очаги возгорания. Это Китай-Тайвань. Это бывшая Югославия. Сербия, если быть точным. Это северная часть Латинской Америки. Где находятся Венесуэлы, Гаяна, ряд прочих прилегающих государств. Соответственно стран Африки это само собой. Это лишь несколько очагов потенциального воспаления, возгорания политических конфликтов. Поэтому рынок нефти при текущих обстоятельствах должен быть выше. Как и рынок золота, как и рынок серебра. Еще раз повторюсь, участники рынка, то есть американцы, недооценивают текущий конфликт. Еще раз повторюсь, это две ядерные державы. Израиль и Иран. Они друг с другом начали воевать. И их горячая фаза конфликта, она не закончится путем дипломатии. Вот многие считают, что якобы война заканчивается переговорами. Война заканчивается победой либо поражением одной из сторон. Которую принуждают к переговорам. Понимаете? Вот тут та же самая фигня. Одна из сторон, когда проиграет, ее принуют переговорам. А что за сторона будет, бог его знает, не знаю. Я не вдаюсь в дебри политики. Я не вдаюсь сейчас в дебри социологии или истории. Я вдаюсь в дебри экономики. То есть пока этот конфликт будет дальше раскручиваться, нефть обязана расти. Как и драгоценные металлы. Они должны приходить к психологическим сопротивлениям по золоту в район 2.800-3.000 долларов за унцию. По серебру к полтиннику, к 50 долларов за унцию. Причем обращаю внимание на то, что скоро в золоте будет ротация капитала в пользу серебра. То есть когда золото дает до психоатметки 2.800, из нее будут активно выходить американцы. Они будут перетекать на рынок серебра. Поэтому повторюсь, что серебро будут скоро продавать. Вот когда американцы загонят цену по серебру в долларах выше 40. И когда у нас в рублях серебро будет торговаться в районе, ну допустим 140, 150, 160 рублей за грамм. Все. Я серебром прощаюсь. Из серебра выхожу. Вот. Но если повезет, могу и дождаться. 50 долларов за унцию по серебру. Я не знаю, как карта ляжет. Как карта ляжет. Просто я прекрасно понимаю, что в будущем страны, причем разные страны, они заставят население активно пересаживаться на цифровые валюты. А изымать реальные деньги, то есть слитки, монеты, серебряные, золотые, придется силой у населения. Потому что это все пойдет на баланс государств. Вот поэтому я говорю, что в точке А мы с вами покупали золото и серебро 2 года назад. В точке Б надо сейчас продавать. Медленно, но верно. Вот. Поэтому резюме. Рынок-конфликт военный недооценивает между Ираном и Израилем. Далее. На нашем телеграм-канале Биржевик Акции. Ссылка имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала. Пункт про рынок акций. Я опубликовал вчера отчет макроэкономический по США. Индекс производственной активности в Штатах. За сентябрь он просил до уровня 47,3%. Ранее было 47,9%. До этого было 49%. До этого было 51%. До этого было еще 52-53 пункта. Короче говоря, экономическая активность росла. Теперь она замедляется. Внимание. ФРС в рамках вот этого сокращения экономической активности будет дальше понижать ключевую ставку. Понимаете, ее бодро, быстро. То есть, на будущем заседании ФРС снижает ставку вполне реально также на 0,25-0,50%. Поэтому 0,25-0,5%. То есть, на четверть, либо на половину процента. Поэтому снижение ставки будет дальше сопутствовать ожиданиям рынка. Соответственно, рынок ждет ключевую ставку к концу текущего года. в районе на декабрь 2024 года, в районе 4% годовых. Кстати говоря, вот ожидание рынка по ключевую ставке ФРС. 4,50 будет в ноябре. В декабре будет 4. В январе будет ставка 3,75. В марте будет ставка 3,50. В мае будет ставка 3,25. В июне будет ставка 3. В июле будет ставка 3. В сентябре будет ставка 3. В октябре будет ставка 2,75. В декабре будет ставка также 2,75. То есть, это на горизонт ближайшего года. То есть, рынок ждет снижения ставок до тех уровней, что я сейчас озвучил. Поэтому американцы будут свою экономику стимулировать волей-неволей. И тем самым стимулировать путем снижения ключевой ставки и запуском печатного станка в виде Куи. Далее. Крайняя пич новость, о которой рынок много говорил, много твердил. Но в чем многие паранозисты крупно облажались. Я вам, господа, говорил, что одну простую вещь. Газпром – это компания, которую за уши будут тянуть. Это политическая компания. Политизированы очень сильно. И, соответственно, их освободили от налогов до послагаемого по формуле НДП. До налога на газ 550 миллиардов рублей. Освободили для финансирования инвестпроектов Газпрома. То есть, Газпром заставит строить трубы на Иран, в сторону потом Индии, затем в сторону Китая еще и, соответственно, в сторону Средней Азии. То есть, капец будет тотально расти. То есть, капец будет тотально расти. И, соответственно, о каких дивенах вообще можно говорить? Примерно лет 5, наверное. Я не понимаю. То есть, Газпром, вот рынок верит в дивиденды, я вам скажу, дивов тут не будет. Бабла не хватит и все. Кстати говоря, рубль по отношению к юаню продолжает падать. И я хочу, чтобы вы понимали одну простую вещь. По юаню мы идем к 14 рублям. Чуть позже на техническую разметку этого инструмента перейдем. Чем выше мы будем девальвироваться по рублю, тем выше будет на России наш рынок. Все просто. Вот вчера я пост на тему написал. Поэтому жду выхода юаня к 14 рублям с откатом на 12.80 и затем с продолжением роста в район 15-16 рублей. Вот. И ММВ такой ситуации тоже будет у нас вместе с юанем корректироваться. Потом вместе с юанем будет расти. Но опять же пользуется девальвироваться в рубля. И последний важный макроэкономический пост. И я перехожу на рассмотрение технических разметок по индексам. Это то, что индексы для активности в России, в производственном секторе, в промышленности, проще говоря. За сентябрь упал дарунь 49,5%. Ранее был 52,1 пункт. То есть видите, в чем прикол? Упал аж на 3 пункта, блин. Почему? Высокая ключевая ставка и дорогие деньги. То есть даже оборонная активность в стране не позволяет разогнать производство из-за того, что ЦБРФ держит ставку в районе 19 годовых. А эти чудики будут ставку поднимать еще дальше. До уровня 20% годовых. Может быть даже 21. Видите, в чем прикол? У меня все равно крутится в мозгу изречение Заботкина. Когда он квакнул, что у ЦБРФ нет планки по повышению ключевой ставки. То есть видите ли, ставка по его логике может быть в районе и... Ой, я не знаю, в районе. И может быть 50%, наверное, как он себе представляет это. И не знаю, и 100, и 150, и 200, и миллион. Ну, я так утрирую уже. Очень сильно утрирую. Но, блин, это чушь уже самая настоящая. Я еще раз говорю, что если даже в госсекторе, в производственном секторе, PMI падает, ну это пиздец, господа, что могу сказать. Раз оборонка не позволяет нашему промышленному сектору расти, надо ставку в скорое время понижать. И причем жестко снижать. Не на 1-2%, а сразу на 5-6%, чтобы его полностью перезапустить к чертовой матери. Прямо жестко перезапустить. Как за гриву взять. Только так. А по-другому никак. Далее, индекс московской биржи. И, смотрите, здесь сменил стикер на AIRUS в TradingView. То есть, не IMOX, а AIRUS. Чтобы вы понимали, чтобы было прочно идти индекс в Мосбирже. Смотрите, индекс в Мосбирже вчера пришел на Яма-9, 2,800. Ну, в принципе, мы этого отката с вами ждали из недельного обзора рынка, из анализа рынка. Короче говоря, пришел этот уровень, отторговали, из треугольника ложный вышли вверх. Жду возвращения ММВБ в район 2,860 и 2,880 уже сегодня. Почему? Потому что рубль продолжает, сука, девальвироваться. Нефть обязана по умолчанию расти. Вот сейчас Иран объявили о том, что, ой, Израиль объявил о том, что направил Ирану ясное предупреждение о намерении ответить на любой обстрел в своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам в Иране. Видите? Ядерным. Ядерным объектом. И вы, сука, думаете, что эта война просто кончится? Серьезно? Две ядерные державы. Вы что, издеваетесь надо мной? Это политриски всего мира. Политриски всего мира. Я веду к тому, что нефть обязана расти, драгометаллы обязаны расти, дальше расти. Не падать, сука, а расти, как это сраные американцы делают. Видите, что они делают? Смотри, что они делают сегодня. Сука, решили скорректировать золото и серебро. Мать их. Еще, сука, палладий и платин пытаются скорректировать, клоуны. Тут как бы войны уже глобальные попахиваются, сука. А они, блядь, решили в коррекцию поиграть, клоуны. Идиоты. Короче говоря, я веду все к тому, что ММВБ будет расти, закрывать вчерашний гэп на 2860. Жду закрытия гэпа сегодня. Далее, индекс РТС. По индексу РТС, такая же картина. Вышли за гэп, за ЕМА-9, жду закрытия гэпа на 965. ММВБ будет расти, и РТС тоже будет расти. Далее, юань рубль. Наш деревянный отправляет уже не только в свободный путь, но, наверное, в последний путь. Да, это звучит грубо цинично, но... Ну, как есть, мать его. Смотрите, мы идем на вершинку боковика, 14 рублей. Ну, где-то вот тут, короче, находимся мы. Психологическое сопротивление. В чем прикол? В том, что мы сюда придем, нас потом откатят в районе 12.60, 12.80 даже. Проторгуемся, и потом пойдем еще выше по юаню в районе 14, 14.50, там 15 рублей. Короче говоря, здесь цели по валюте выше, по юаню. Поэтому, господа, учитывайте, что чем будет выше юань к рублю, тем будет выше наши фантики под названием акция. Вот, поэтому юань перегревается на недельном графике. Откат по юаню будет неминуемый. Вот, локально собьют перегретость, и потом выше мы выйдем. Почему так? Потому что, извините, подвиньте, конечно, но все доходы России в нефти, все эти нефтегазовые, ну, то есть налоговые доходы, это малые доходы на самом деле. В основном нефтегазовые доходы приносят огромные деньги. Там дивиденды компаний и прочие в этом духе. Налоги тоже, но налоги приносят прибыль не такую шибко по массу, как многие считают. Там другими еще путями, окольными путями государство получает прибыль. Поэтому по юаню все равно будем ходить стратегически в район 20 рублей. Да, инфляция в России будет, да, центральная банка будет понижать ставку, даже в разгар инфляции, это неизбежно. Но, извините, подвиньте, конечно, но... Но, прости, долгосрочно придется по юаню и к 18, и к 19, и к 20 рублям. Ну, вот сейчас дойдем до верхушки боковика 14, откатим к 17, 80, потом продолжаем на 15, 16. В общем и целом здесь руку надо на пульсе держать. Далее, нефт марки Брент. Я еще расскажу в третий раз. Нефть при текущей политической риторике, сука, недооценена. Нефть торгуется боковике, вот, нижняя граница боковика это 70, верхняя граница 95. Вот при текущей обстановке, я бы сказал даже пред мировой военной обстановке, мы должны по нефти лететь минимум на 85. Еще раз, еще раз я ясняюсь, две ядерные державы. Это вам не какая-нибудь Нигерия и Уганда воюют. Там палками, блядь, и калашниковыми. Нет, это, сука, две державы ядерные. Иран капил свое вооружение 40 лет. Ирану, Израилю просто так начали давать его в свое время. Извините меня, если этот конфликт будет дальше нарастать, жестче раскручиваться, а он будет дальше раскручиваться, это неизбежно. Еще раз повторюсь, что эти две страны на применение не пойдут. У них будет один выход, нагнуть одну из сторон. Еще раз скажу, что любая война кончается миром только тогда, когда одну из сторон нагибают в край. Все. Кого нагнут, тот сам на коленях и приползет. А победитель будет диктовать свои условия дальнейшего мира. Кто победит, я не знаю, врать не буду, я к этой дебре не лезу особо. Но я понимаю, что при текущей обстановке нефть обязана быть минимум 85, максимум под 100. Ну, то есть, 95, грубо говоря. Рынок недооценивает подобные риски. Рынок недооценивает подобную войну. Но, ладно, черт с этой нефтью. Драгметаллы. Наши с вами сокровища. Драгметаллы. Наши с вами сокровища. То, что я еще держу в лонгах. Серебро, если быть точным. В такой ситуации, крупной предвоенной ситуации, подчеркиваю, мировой предвоенной ситуации, золото обязано быть по 2,800, по 3,000. То есть, вчера, кстати говоря, Джипи Морган объявили одну вещь, что... А, еще и Голдман Сакс. Что они ждут золота в районе 2,900 за унцию к концу. Ну, короче, 1-2 квартал 25-го года. Это сигнал о том, что они раздают свои позиции по золоту сейчас. То есть, они будут их дальше продавать на 2,900, там, 3,000. То есть, на психологическом уровне. Одна, вторая ганта. Видите, тоже проходит. Крупное ценовое сопротивление. Ну, плюс психоуровни. Вот. Поэтому, я думаю, по золоту мы даже пусть с откатами на движение продолжим вверх вот так вот, да? Но все равно выше мы выйдем к 3,000. Потому что, если мы не выйдем к 3,000, то по делам этому рынку дальше развалиться, обвалиться. И пошел он нахуй тогда рынок в такой ситуации. Потому что, когда рынок не учитывает подобные политические риски, подобные политические издержки, то что это, сука, за рынок такой? Еще раз. Когда воюют две ядерные державы между собой, когда регион стоит на очень тоненькой нити ядерного конфликта, золото не должно торговаться по 2,000. Золото должно торговаться минимум по 3,000. Нефть минимум по 100. Потому что, что есть риск, да и не только риск, факт скоро будет, сами скоро будет факт. Во-первых, Иран скоро не сможет мазь своей поставлять нефть, потому что его хранящие нефтяные разбомбят нахер. Это будет все впереди. Я в этом убежим. Почему? Потому что в случае дальнейшего обострения конфликта Израиль будет бить по стратегическим хранилищам в Иране. Соответственно, это и виток скалация конфликта. Другой момент. Перекрытие всех возможных проливов ближе восточном, там где поставляется нефть. Это тоже неизбежит. Это будет дефицит нефти в мире. И как следствие дефицит спровоцируется на выйти выше. Будет по металлам то же самое. Когда рынок бежит от риска, куда он бежит от риска? Я не в акции, а в сырьевые товары. То есть в данной ситуации это нефть и в данной ситуации получается драга про металлы. Все. Поэтому я еще раз говорю, что жду золота выше, жду серебришка выше. Но опять же повторюсь, что золото, рубль, если прибыль у вас есть, она у вас есть, продавать тоже надо. Вам американцы сказали вчера, что продавать им будет по 2,900 золота. Все свои запасы. Серебро, рубль, то же самое жду. На выносе в 130, 40, 150, 160 рублей к 1,2 ругану, проще говоря, тоже буду я свои запасы серебра в этих уровнях продавать. И, соответственно, прибыль также скоро будет по этому металлу фиксировать. Поэтому цели выше, но все, уже апсайт потенциал рост сокращается. Далее, природный газ. Но по природному газу у нас картина, в принципе, остается прежней, что жду выхода на шорт область. В диапазон 1,2 веерогана, пунктирной красной линии, на линию Дарай-Ватсон по дневному графику, 3,10. Там я бы предпочел открыть краткосрочные шорты. То есть, так, газ выходит, на перегрев забегает сюда, откатся нанимать девятую, все. Как говорится, в шорт вошел, прибыль взял, из позиции вышел. Вот только такая картина. Ну, вообще скажу вам так, что конфликт, горячий конфликт, нерешенный за последние 100 лет, он дает о себе знать. Я еще раз говорю, вот те конфликты, что не были решены в ходе Первой мировой, латиноамериканский вопрос, там, европейские вопросы, вопросы азиатские, они будут решаться здесь, сейчас, в этом десятилетии. Я сразу говорю, что Вторая мировая, она не позволила все конфликты решить. Почему? Потому что были две противоборосающие силы против третьей. То есть, грубо говоря, там была Германия с своими чокнутыми амбициями, такими ебанутыми амбициями, да, ее задавили так, что все, ее больше этой Германии, старой, той прежней, которую основали в 1933 году, усачи разные, ее не стало. Но появились две силы, сила социализма и сила капитализма, СССР и США. Две силы, подчеркиваю. И эти две силы не позволили региональным державам решить между собой конфликт, как-то договориться. Нет. Они начали примыкать эти державе. Кого-то под социализм, под капитализм, все, под крылья свои начали забирать. В итоге холодная война нами была проиграна, Советским Союзом. Вот. И проблемы, проблемы, подчеркиваю, нерешенные, тогда там, почти век назад, да, там, или даже пусть почти там 70-80 лет назад, они сейчас всплыли, все. Региональные проблемы, а вот череда этих региональных проблем, она всегда отражается на мировой геополитике. Поэтому, да, я еще раз говорю, мир будет дробиться дальше. Все. Скоро увидите разрыв логистики, разрыв цепей поставок, скоро увидите расширение БРИКС, там, да, уровня, может быть, даже 50 стран. Легко. Много стран, которые хотят войти в БРИКС, много. И много стран, которые колеблется между БРИКСом и Западом. Но БРИКСом будет расширяться неизбежно. Это очевидно. Будет одна валюта в БРИКС, одна налоговая зона в БРИКС. Это будет, поскольку один Восточный Союз, в который мы сейчас, Российская Федерация и ряд стран СНГ активно входят. Поэтому проблема политической наклонности будет только нарастать. В общем, в целом, готовьтесь к дальнейшей турбулентности. Я же в остальном среднесрочную позу по рынку акций держу. Я понимаю, что мы выйдем выше. Меня это армагеддонный фуфел не проканает, что вот там пиздец будет, типа все рухнет. А, не рухнет сейчас, все, рухнет позже, но не сейчас. Сейчас мы пойдем на шторм 293 тысячи, там будут смотреть, что с позициями делать. Потом будет падение на 2600, 2700 по недельным графикам. Потом мы после падения опять пойдем на уровень 3500, там 4000 пунктов. Там и ЦБ будет ставку понижать, ЦБ, естественно, признают свою неправоту в повышении ключевой ставки. Они будут шлачивать во время инфляции. Это неизбежно, опять же. Вот. Там какие-нибудь стимулирующие меры для рынка акций появятся у нас и прочее. В этом духе тому и рубль тоже упадет, чтобы переоценить наши российские рынки акций. В общем, драйверов роста хоть жопой жуй на обозримый год в нашем рынке. Но, естественно, расти будем через снижение. Это нормально. В общем и целом, господа, я вам рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Клуб Инвесторов, Клуб Трейдеров. Вступить к ним вы можете через официальный сайт Биржевиквив.ру и официальный телеграм-канал Биржевикбот. У нас также миром каналы про рынок акций, про сырьевый рынок, про облигации, про банксетер и про криптовалюты. ВК-видео в альтернативу Ютубу и Яндекс.Зен и РУтуб тоже в альтернативу Ютубу. Кстати говоря, что эпично. Просмотры, просмотры, основные просмотры у нас теперь в ВК-видео растут. Кстати говоря, я тоже удивляюсь тому, что пошел резкий переток народа в ВК-видео. То есть там такие даже стали видеоролики набирать огромные просмотры, о которых даже год назад было сложно говорить. Я же молчу там про 5 лет назад. Так что ВК-видео, как говорится, вам базово в помощь. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии наши главные союзи. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. И удачи вам торгов. Субтитры сделал DimaTorzok